МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Число погибших от взрыва армян Бейрута достигло 11. Мост Варагва-Джаваке будет достроен. Неизвестные обстреляли американскую военную базу в Сирии. Армянский национальный филармонический оркестр сыграет все девять симфоний Бетховена. В городе Тигранакерд Западной Армении продолжаются реставрационные очистные работы в исторических стенах, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Работы будут проводиться в два этапа. Первый муниципалитет очистит ограждения башен. На втором этапе предполагается очистить сами 17 башен. После очистки начнутся восстановительные работы. Специальный рейс, который доставит срочную помощь, направляемую правительством Республики Армении в Ливан, состоится 8 августа. Как передает Армен Пресс, об этом на заседании правительства 6 августа сказал вице-премьер Армении Тигран Авенян. Уже ведутся подготовительные работы. Сегодня вечером мы завершим программу. Обсуждается несколько вариантов самолета. Сегодня вечером окончательно будет укомплектована и направлена помощь. В конце дня в нашем офисе будет завершено обсуждение вариантов, и в субботу будет организован вылет, представил Авенян. Вице-премьер комендант на период чрезвычайного положения в Армении Тигран Авенян в среду в ходе брифинга после заседания комендатуры сообщил, что режим чрезвычайного положения в Армении будет продлен еще на один месяц. Несмотря на то, что принято решение продлить режим чрезвычайного положения еще на один месяц, будут внесены значительные изменения по линии некоторых установленных ограничений. В частности, будут пересмотрены возможности въезда иностранных граждан, ряд ограничений на экспорт определенных товаров, вопросы проведения митингов и проведения общественных мероприятий, отметил он. Режим чрезвычайного положения с целью пересечения распространения коронавируса был объявлен в Армении 16 марта 2020 года, а потом четыре раза продлевался на месяц. Таким образом, согласно решению правительства, от 13 июля режим чрезвычайного положения действует в Армении до 17 часов 12 августа. Строительство моста в селе Арагва, начатое в прошлом году, будет продолжено и завершено в этом году. В рамках программы «Помощь селу» в селе Арагва Ахалкелакского муниципалитета продолжат начавшиеся. В прошлом году строительство моста также вновь приобретут новый спортивный инвентарь для села. В этом году село Арагва получило по программе «Помощь селу» 16 тысяч ларик, как и в 2019 году. По словам представителя мэра в селе Арагва Казароса Унаняна, в этом году деньги села будут потрачены для завершения строительства моста и приобретения спортивного инвентаря. Незаконная американская военная база в провинции Хаски на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает сирийская газета «Аль-Уатан». По утверждению издания, базу, расположенную в городе Аш-Шад-Даде, атаковали неизвестные. В последние месяцы в СМИ регулярно появляются сообщения о нападении неизвестных отрядов на американские военные базы в сирийских провинциях Эль-Хаски и Дейр-Эс-Золи. В Пентагоне эту информацию отрицают. Армянский национально-филармонический оркестр выступил с программой беспрецедентного масштаба. В рамках фестиваля паломничества к Бетховену оркестра запишет все девять симфоний гениального композитора Людвига Ивана Бетховена. Запись осуществит всемирно известный звукорежиссер из Европы Эверет Партер. Последний сотрудничает с лучшими дирижерами, солистами и музыкальными коллективами мира. По словам художественного руководителя национального филармонического оркестры Армении, главного дирижера Эдуарда Топчана, подготовка к фестивалю паломничества Гебетховена началась полтора года назад. Многие известные солисты и дирижеры должны были принять участие в этом проекте, однако из-за коронавируса на данный момент наиболее реалистичным вариантом является запись всех симфоний. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Деппи Ван. Деппи Ван. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!